Это уже второе участие Государственного симфонического оркестра Татарстана под руководством маэстро Сладковского на фестивале Крещенда. Попасть сюда это значит внести марку международного уровня и определенного знака качества. Впервые это оценили в июле 2013 года в Сочи, сразу после церемонии закрытия 27-й Всемирной летней универсиады в Казани. Безусловно, это действительно одна из самых намоленных сцен в мире, потому что если взглянуть на список имен, кто здесь выступал, кто здесь пел, кто здесь танцевал, какие дирижеры здесь были. И то, что здесь вообще происходило, это конечно, каждый человек, который знает хоть что-нибудь о культуре, о советской культуре, о русской культуре, это всегда, безусловно, будет испытывать особый трепет. Новые имена, новые лица, фантастические таланты, которые появляются в нашей стране и за рубежом тоже, о которых мы не знали до этого. Пока солисты, проникшие в недры за кулиси Большого театра России, осваивают сцену, узнаем о тех, кто выбран арт-директором фестиваля Денисом Мацуевым для ГАЛА. Конечно, без сюрпризов не обойтись. Сегодня это исполнение фортепианового цикла «Карнавал Шумана», в котором участвует сразу 20 пианистов разных поколений. С помощью света на сцене элегантный поединок. Молодость, такое ощущение, что вечная уже молодость, мобильность, профессионализм, фанатизм творческий. Я думаю, что это, конечно, касается многих фестивалей, которые в мире завоевали себе репутацию серьезных. Прогон любого ГАЛА – это и проверка на прочность, и на собственную мобильность. Прогон идет в бешеном темпе с распиской по минутам. А вот соседство разных стилей и направлений уже не удивляет. Все друзья, что интересно, все потрясающе колоссальные на уровне музыканты. Поэтому, да, это просто то, чем сейчас живет весь мир, на самом деле. Это наша культура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Пивоваров, Телеканал Эфир